Рождённые перестройкой Рождение длилось невыносимо долго, всё никак не давая возможности для необратимого процесса рождения новых, более живучих образований, которые впоследствии станут государствами независимыми. Наконец, три представителя от доминирующих в Союзе республик собрались втихаря от президента организирующей державы и придушили конвульсии Беловежским соглашением, вогнав три огромных гвоздя в гроб Советской империи. Увидев такое дело, и первые лица от остальных частичек исчезнувшего образования поспешили забить свои гвоздики, куда указали старшие. Ну, а президент околевшей державы утерся и смирился с необратимостью процесса. Неглупый мужик был. Не всё пойдёт гладко. Будут и постреливать друг друга на окраинах, и смертоносный хлам от ядерного щита стаскивать в одну кучу, дабы не расползлась азараза по свету. Весь мир, в благодарность за это, просится помогать населению так неожиданно павшей империи, наконец-то прозревшему отшор своей советской гордости и осознавшему страшную нищету вокруг себя. Неприступные границы, которыми та империя стерегла своё население, падут, а других и не существовало. В этот развершийся проём хлынет поток так называемых «челноков», новых, нехарактерных для бывшего политического строя людей. Они потащат из прорванного периметра всё, что можно донести, довести, обменять и продать. Природный инстинкт человечества торговать и получать прибыль прорвётся взорвавшимся вулканам. Этот инстинкт поможет населению накормиться, одеться, обуться, встать на ноги, а какой-то части и обогатиться. Но кого-то и убьёт. А кого-то растопчет толпа или утопит неумолимая, никого не щадящая круговерть незнакомого нового премесла – бизнеса. Наступит жёсткое и практичное время от перемен. Маленький подольский городок, наступившая эпоха, тоже не пожалела. Консервный завод, где работали Борис, Ирма и снабженец Григорий, муж Светки, не минув печальной участи, остановился. Никому, как в одночасье оказалось, не нужны белье высоких и вареньких. Плановые поставки прекратились. Кто бы мог подумать, что на территориях, десятилетиями иссушавшимися дефицитом всего и вся, придётся учиться сбывать конечный продукт своего труда. Нужен был временный период на формирование людей с предприимчивой жилкой. Их впоследствии назовут чужеродным словом «менеджер». Одним из таких проныр станет и Гриша. Это он убедит начальство завода прекратить варить никому ненужные соки, а перейти на далку из изобилия яблочной падалицы креплённого вина. Под привычной и полюбившейся пьющему населению маркой «Золотая осень» копеечное по себестоимости пойло пойдёт на расхват. Рентабельность зашкалена. И с удивлением, увидев это, заводу не дадут умереть. Не дадут именно такие, как Гриша, уже ощутившие на кончиках пальцев возбуждающий хруст неучтённого мала. Когда возникнет проблема специальной винной бутылочной тары, Гриша предложит простое, но лишь в его голове родившееся решение. Вино станут разливать в трёхлитровые банки и железные бочки. Он организует избы. Из трёх, имевшихся в транспортном цеху, но уже отживших своё мазов, когда-то таскавших рефрижераторы, под непосредственным руководством начальника транспортного цеха Бориса Холода, будет слеплен из хлама один, более-менее способный взять дальний маршрут тягач. Подобрав отчаянного водилу, забив рефрижератор под завязку бочками с вином, а всевозможные ёмкости соляркой, Григорий погонит маз на север зимней России, имея в кармане всего 300 долларов. В Ленинграде он обменяет две бочки вина на пять бочек отличного арктического дистоплива и рванёт дальше, на Мурманск, пообещав струхнувшему водиле все те же 300 долларов. Говорят, дуракам всегда везёт. Григорий был далеко не дурак, но ему всё равно повезёт. Отчаянно повезёт. Вспившимся, охваченном стужей краю, он сдаст вино оптом по сумасшедшей цене и ещё умудрится обменять обесценивающиеся деньги на валюту. От преследований местной мафии авантюристы спрячутся в воинской части Североморска. Будут сидеть там и по-чёрному бухать с начальником продскладов, пока не стихнет метель и первый военный борт начнёт прогревать двигатели, собираясь на Ленинград. За оставшиеся две бочки вина Гриша купит у лётчиков добро на два места. МАЗ останется начальнику продскладов. Продсклада за гостеприимство. С тех пор карьера простого снабженца резко пойдёт вверх. А на вопрос нового, а потому дотошного в своей исполнительности начальника транспортного цеха «А где же МАЗ с рефрижератором?» Гриша фамильярно потреплет Борю Холода по плечу. «Пиши, Боря, акт, что сдали на металлолом. Деньги я в кассу внесу». Эти события произойдут потом. А пока и механик транспортного цеха Борис Холос с женой Ирмой, технологом завода, и инженер отдела снабжения Григорий с неработающей женой Светой сидели без денег, как все. Склады завода были забиты банками со всевозможными соками, повидлом и вареньем, но реализации продукции не было. А соответственно и зарплату платить работникам было нечем. Товарно-денежные отношения в советской одряхлевшей экономике Амалу заменял жирчик из далекого первобытного строя с нарусским именем Бартер. Амалу заменял жирчик из далекого первобытного строя с нарусским именем Бартер.